Аляськи, масяськи, а весна пришла, а весеннюю дорогу... Интересно, мы дворника в этой жизни наймём, или я снег сама буду убирать, чтобы посадить свои любимые пионы? Ладно. Весна пришла, а весеннюю дорогу... Ух ты, тут столько снега! Мы что, в Заполярье, что ли, живём? Или, может быть, на Северном полюсе? Или, может быть, в Мурманске? Или, может быть, мы вообще... А ты можешь, когда какое-то дело делаешь в этой жизни, ну, тихо его делать, а не кричать на весь город? Всех детей разбудило! А ты что, там дрыхнешь, что ли? Ну нет, за тобой наблюдаю, мне просто интересно, что ты тут делаешь. А, ну, в принципе, да, логично, учитывая то, что уже скоро середина апреля, снег-то надо убрать, да. Лопату в руки взял и остатки снега тут прибрал. Я ничего не буду тебе прибирать, потому что у нас с тобой сегодня много новых путешествий, прям настолько новых и настолько много, то, что не я офигею, и даже не ты офигеешь, а все подписчики офигеют. И это, Катя, ну, частично, как бы, связано с адским обновлением, но мы сегодня в ад даже идти не будем. Так, хорошо, не пойдём, так иди сюда, помоги мне цветочки посадить. Принеси ведёрко воды, полить надо. Кать, в Майнкрафте цветы не надо поливать! Ладно, так, два, три... Ну, зато водичка нам пригодится на будущее, как бы, она нам пригодится, да. Сейчас я приду, Кать, подожди! Уже пчёлка летит к моим пионам, а кто это нам разрешал сюда садить, самая водая женщина? Давай, пошли, короче, я ещё тебе столько должен всего показать. Бесконечную ферму вот этого, потом бесконечную ферму вот этого, а потом мы пойдём в бесконечные параллельные миры, сущие... Короче, как ты сегодня от счастья просто обгагундеешься, честно тебе говорю. Подожди, подожди, бесконечная ферма... Ты сказал чего? А чего бесконечная ферма чего? Бесконечная ферма сначала будет одного, потом второго, а потом миров. А вот это вот одного и второго, это вот что бесконечная ферма? Пугай, бесконечная ферма тортиков, бесконечная ферма фонариков, бесконечная ферма... Чё такое баба-зальта? Короче, ладно, всё, объясняй давай. Всё, тихо, пошли за мной, возьмём нужные ингредиенты. Просто сколько мы играем в Майнкрафт, уже, наверное, где-то... Сколько там серий? Уже сто с чем-то. Ты знаешь вообще, как сделать бесконечную ферму? Чё за звуки? Вот-вот. Идиоты там! Алло! Чё за... Технические проблемы, ребята, секунду. Я слышу звук. Я тоже слышу, он такой громкий, он громче, чем все остальные вот эти звуки в Майнкрафте. Это ты дура лагаешь? Да. Реально, это рыба залагала! Нифигасе водохлёб, короче, весь океан захотела выпить. Ну так, продолжаем, продолжаем. Так, продолжаем. На чём я закончил? А, точно! Она до сих пор не знает, что существует бесконечная ферма булыжника. И в новой версии Майнкрафта добавили такую же ферму бесконечную, только базальта. Короче, Кать, две секунды, возьму все предметы и все тебе покажу. Ну ладно, иди шмотки свои собирай, я пошла рыбу половлю. Так, первая рыбка должна попасться маленькой, потом в теории средненькая такая, потом третья рыбка должна большая уже попасться, а потом и Ярика слой. Ну Ярика я сразу отпущу, конечно, у нас вообще парень свободный. О, рыбеха, нормально. Ой. Рыбу в руки и пошли. Времени-то мало, нам еще нужно 2 миллиарда 147 тысяч 608, 147 миров сегодня посмотреть. Иди сюда. Что-то многовато для этой серии. Да, ну, столько разработчики Майнкрафта решили добавить миров в игру. Короче, если тебе в этой жизни понадобится хоть когда-то бесконечная ферма булыжника, то, Кать, смотри, как она примерно, если я не ошибаюсь, делается как-то вот так. Здесь выкапывается. Да, мне никогда не пригодится вот эта вот ферма твоя. Ты как бы не зарекайся заранее, может пригодится. Сюда разливаем воду, сюда разливаем лаву, вот так и все. Ферма готова. И зачем? Вот, когда ты ломаешь вот этот блок, опа, на его месте сразу же появляется второй. Опа. Подожди, а почему не обсия? Ну, потому что вот так работает эта ферма булыжника, вот так. То есть ты можешь здесь стоять и просто вот так добывать булыжник всю свою жизнь. Это реально? Просто так вообще портить кирку, заканчивать ее магическое действие, а потом чинить за алмазы. Хотя алмазы еще найти надо. Это вот бесконечную ферму алмазов можешь сделать? Ну, пока что как бы. Нет, ну ты подожди, подожди, подожди. Это, вот эта ферма, это фигня. Я тебе не вот это хотел показать. Я тебе хотел показать вот это. Подойди вот сюда ко мне, давай. Я сейчас сделаю из плотного льда, сделаю синий лед. И вот сейчас, смотри-ка, если я вот сюда установлю синий лед, и если я сейчас сломаю вот этот булыжник. То ни черта не получится, только задница моя подожжется. Подожди, подожди, подожди. Стой, 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 стой. Так, я так понимаю, я так понимаю, это из серии вот как ты аквариум строил, да, как лифт из шалкерового ящика. Подожди, 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 там должен базальт появиться, подожди, сейчас все будет, не прибивай меня, сейчас. Ну и что ты мне тут втираешь, какие-то камни строишь, лаву разливаешь, ничего не работает, может ты объяснишь уже? Подожди, я самое ключевое забыл, то, что для вот этого механизма нам нужна почва душа, вот эта из нового биома. Вот это самое главное для того, чтобы появлялся вот этот базальт, вот. А волос из жопы белки тебе не нужен? Ну, вроде нет, а у тебя есть? Нет, отлично, а то мало ли пришлось бы сейчас его еще искать. Нет, тут всего лишь почва душа нужна, которую нужно поставить вот сюда, под все вот так блоки. И, пожалуйста, вот сейчас 100% должна заработать, вот смотри. Ну, давай. Опа! Сот, появился базальт, и то же самое, что с булыжником. Вот, ты ломаешь базальт, появляется еще один базальт. Ломаешь базальт, еще один, и я тебе сейчас покажу. А что такое этот базар, базальт? Да не базар, а базальт. Его в аду можно найти. Вот смотри, выглядит он вот так. Иди сюда, иди сюда. Вот, вот так. Ну, то есть это просто декоративный блок, с помощью которого можно декорации декорировать, вот. А, ну, если декорации декорировать, с помощью этой декорации можно, то это очень даже декоративно. Да, да. А еще на вот этом камнерезе, если поставить сюда базальт, из него получается полированный декоративный базальт. Иди сюда. О-о-о, да что за дизайнерская серия получается такая, я не могу понять. Смотри. Опа, опа. Ну, кошмар. Ну, в смысле, кошмар, сама ты кошмар. Красота, не кошмар. Хорошо, тогда ты мне из этого полированного базара должен сделать новый подиум для показа мод. Давай, в этой серии я тебе покажу еще кое-что бесконечное, а потом я тебе сделаю и подиум, и все остальное. Но это будет только в том случае, если мы с тобой, конечно, домой вернемся. Чего? Ну, учитывая, в скольких мирах мы с тобой сейчас побываем, я не уверен, что мы с тобой сможем вернуться вообще сюда, к нашим детям обратно. Это обязательно нужно, да, туда идти? Может, так-то пойдемте? Нет, нет, это обязательно нужно, потому что вот-вот то, что придумали разработчики Майнкрафт, я должен показать всем. Иди выложи все свои вещи в сундук, чтобы на тебе вообще ничего не было, чтобы было... Даже броньки? Даже броньки. Все, все предметы, всю еду и все остальное. А то я боюсь то, что мы реально это все потеряем. Ну, ладно, если надо идти, то значит пойдем как иначе. Надо, надо, Катя. Я все выложила. Что дальше, капитан? Инвентарь пустые? Пустые. Нам с тобой нужно взять немножко обсидиана. Вот так. Нужно взять... Морковку. Ну, ладно, возьми морковку, нужно взять чернильные мешочки. Немножко книжечек и немножко перьишек. И последний ингредиент это зажигалочка. Ну, в принципе, все. Это все, что нам нужно с тобой. Ну, какой-то сомнительный набор для путешествий, мне кажется. Я хотя бы морковку возьму. Да, иди морковку возьми, потому что еда нам 100% с тобой понадобится. И давай топаем отсюда как можно дальше, потому что фиг его знает, что здесь произойдет. Мне кажется, после того, куда мы отправимся, здесь все может разлететься к чертовой бабушке. Весь наш город взорвется. Поэтому давай мы отойдем куда-то. Пошли. Даже Милка взорвется? Даже Милка взорвется. Пойдем, найдем, найдем поляну и вот там построим то, что нам нужно построить. Кошмар какой-то мне уже не нравится. Кошмар, это реальный кошмар. О, вот это отличное место. Давай, кажется, тут остановимся. О, Каролина, добрый вечер, добрый день. Как ваши дети, как ваша свекровь? Нормально? Ну ладно, еще увидимся. Короче, я предлагаю строить тут. Да, да. Ну, а ты так говоришь строить тут. А ты-то вообще знаешь, что мы с тобой строить-то будем, а? Ну, если честно, то нет. Ну вот, сейчас я построю все быстренько. Ты, главное, иди вот это бревно мне притащи, а то я забыл, что нам еще верстак нужен будет. Давай. Ты что, портал в ад строишь? Ааа, ну, нет, это не ад будет, это кое-что другое будет. Я тебе зуб даю, честно. Смотри мне, если это ад, я возвращаюсь обратно домой. Это не ад. Так, подожди, я поджигаю, вот так. А тебе любое дерево? Любое, самое обычное. Вот, это сейчас, да, сейчас это обычный портал в ад. Но сейчас одна манипуляция, и этот обычный портал станет чем-то другим. Несу бревно. О, сойдет такое. Так, давай, молодец. Я сейчас сделаю быстренько один верстачечек. Поставлю его вот сюда. И сейчас, Хать, мы, кстати, с тобой еще даже никогда не крафтили одно перо, один черный мешочек и одна книга. И у нас с тобой получается книга и перо. Я сейчас сделаю максимум, потому что нам нужно максимум этих книг. Йохан и баба. Вот так, вот так, вот так, так, все это забирай. Ага, все, готово. Это слишком сложно для моего понимания, поэтому давай сам разбирайся, короче. Ну, в общем, смотри. Я беру книгу, и сюда нужно записать одно заклинание. В Майнкрафте можно писать? Да, да, да. Что ты там бормочишь себе под нос? Это древнее заклинание вот этих хатстеков, я на латинском пишу. Каролина. Объяснить, что происходит. Папа, да, вот так, подписать Катя жопа. Смотри, Катя жопа, я услышала. А, это на латинском заклинаниях. Катя жопа, Катя жопа. Вот, смотри. И смотри сейчас на магию. О, болотный портал в ад. Отлично, ну и что ты натворил? Ну, давай, заходи в него, посмотрим, что там внутри будет. Давай, давай. А если мы больше не увидимся? Ну, значит, мы больше не увидимся. Значит, вот, я увижу какую-то... Отлично, всё, пока. Увижу какую-то Катю в другой параллельной вселенной. Всё, я, Катя, за тобой. Надеюсь, что мы реально сюда хотя бы сможем вернуться. Я тебе говорила, эти грибы не надо было есть. Я тебе говорила, они уже неделю в холоду все лежали. Давай обратно. Ой, до свидания, плющит. так сейчас сказать подожди вот это вот это плохое заклинание было держит и держи возьми книгу и перо и напиши там сама вот свое заклинание так как а вот вижу пишем значит выбрасывай давай в портал на кью да давай все здесь ничего не налажают появились зеленые частички подожди давай я первый ставка это дичь я вернусь сразу же подожди господи помилуй это мне уже нравится так вот это кстати неплохой мир но опять немножко смахивать на галлюциногенный ну да ним тут даже проходов каких-то нормальных нет я не знаю куда здесь идти как отсюда выбраться и как обратно вообще вернуться так тут же заблудиться вообще розовая розость конечно но пошли надо что-то прикольное найти так еще одно заклинание и погоди ты со своими заклинаниями ты может объяснишь что вообще происходит не я не подписчики сверда ничего не понимать куда мы заходим откуда мы выходим что это вообще за мир и да да это обновление майнкрафта на 1 апреля то есть разработчики майнкрафта решили все шутить ну да всех игроков немножко разыграть и каждый раз когда ты вбросаешь в адский портал какую-то книгу куда ты сам что-то напишешь портал создает какой-то другой параллельный мир катя давай посмотрим что здесь внутри давай это последний мир будет хорошо отлично лучше мира просто не сыскать во всем белом свете да ладно да как ты вообще посмел меня на такое позвать и чем не убить хотел ты это же не знал что такое подкрати существует берите это мод да скажи меня комп не выдержит он взорвется от такого количества модов тихо ты уже будь давай пиши книгу и забрасывай сейчас какой-то другой мир создадим здесь нет никаких модов каждый у кого есть лицензия майнкрафта может зайти вот этот снэпшот там что-то 20 в какой-то бесконечность и сам протестировать какой мире ему попадется давай пиши заклинание уже какой-то какое писать заклинание можно мне пожалуйста розовый мир из овечек овечек а не тенте убийство какое-то блин так и написала подписать к тощик бросай посмотри мне если там что-нибудь будет все пошли давай пожалуйста только не тенте это у нас чуть куб не взорвался как здесь идет дождь из меда в этом мире а фу из меда я уже думал из тухлой тыквы кошмар вот эти звуки медские мерзкие мерзкие так вот это кстати неплохо а это все тут можно бесконечно тут бесконечные тыквы давай забирайся сюда назад наверх ну кстати хорошая идея ну ладно я тебя подожду спасибо большое как как сувенир с этого мира себе взяла пошли нам нужно идти мир который будет прикольнее чем вот так слышит давай короче то последний мир мы сейчас него заходим офигеваем и едем домой к нашим детям хорошо ну да мне кажется пора уже домой отправляться то этих миров безграничная к листа у тебя только что в локте стрела была ну ладно это неважно ой вот это тоже мне нравится и дрешкин корень это он переливается подожди это стеклянный мир который переливается а ходим мы на радужном поле я хочу все так все я приезжаю домой и дизайнерю вот такой же пол у тебя есть магазин одежды а тут у тебя еще будет клуб дискотек ну типа вот с таким вот полом это офигенная я пока кай до свидания пока скажешь как там наверху хорошо сейчас проверим о дырочка дырочка попробую дырочку отсюда красота слушай жалко то что это первоапрельское обновление только что видел как на меня шли какие-то 3 чуб зелета которые выпили зелье без вот это невидимости пропали ой ну да такой все все на этом точно все я то вижу ты думаешь что ли опа тыкнул так ты продаешь нас белый тюльпан ламинарию засусти в одно место короче я понял эти вот эти торгашек а здесь живут в этом мире ненормальным ну что вылазь оттуда и давай это вот все домой ой в этой серии майнкрафта вообще нет ни капельки наркомании полетели снега метели ой не скачивайте пожалуйста никто этот снэпшот бесконечности а то кукушка может поехать просто на раз-два майнкрафта